Начнем с иммиграционных новостей, как бы Евгений. Тут у нас пока собираются ребята и вопросы и так далее. Собственно говоря, можно немножко объяснить, что произошло с рабочими визами? Как поменялись правила подачи на них? Нет, визовый бюллетень не совсем относится к рабочим визам, он относится к огромной категории всего-всего, что превращает ваш статус в ПМЖ. Значит, изначально объясню, что такое визовый бюллетень и тогда все станет понятно. Когда человек получает грин-карту, иммиграционная служба делает только часть работы. Иммиграционная служба занимается тем, чтобы понять, квалифицируется ли человек на визу или на иммиграционную визу. Когда я говорю визы, это временные визы, такие как H1B, P1E1 и так далее. А категории, категории грин-карт, если это рабочие, это классифицируется как EB, employment-based, или категории, которые относятся к воссоединению семьи. Их тоже много в зависимости от того, какая степень родства была изначально указана в петиции и осталась ли она той же самой. Степень родства тоже может меняться по простой причине, что человек изначально мог подать на, скажем, человек с грин-картой подает на взрослого ребенка и после этого становится гражданином. То есть отношение ребенка к родителям не изменилось, но степень родства, категория родства с точки зрения визового бюллетеня изменилась кардинально. Потому что человек, который подавал как человек, находящийся здесь по ПМЖ, и человек, который подает как гражданин, совершенно разные категории. И, кстати, как это не необычно, человек с ПМЖ, подающий на детей, взрослых детей, эта категория рассматривается быстрее, чем у граждан. Поэтому очень часто люди задают вопрос, а будет ли быстрее, если я стану гражданкой или гражданином, и ответ в зависимости от того, на кого вы будете подавать. Так вот, возвращаемся к тому, что такое визовый бюллетень. Иммиграционная служба в общем говорит о том, что этот человек квалифицируется на что-то. Воссоединение семьи, иммиграционную визу, если это иммиграционная петиция и так далее. Но далее решение будет за Госдепом. Госдепартамент держит вот этот так называемый визобюллетень, который выходит на месяц вперед. Каждый месяц на месяц вперед. Можете исторически это проверить, набрав визобюллетен и дальше месяц и год. И это то, что называется виза allocation. Что это такое? Закон говорит о том, что у нас есть определенное количество иммиграционных виз в определенных категориях. Как эти категории между собой это количество делят, зависит от очень многих факторов и очень сложных форм, формул, которые используются Госдепом ежемесячно. И поэтому, опять же, как это не смешно, у нас время движется в обе стороны. То есть у всей вселенной движется вперед, в иммиграционной службе оно может двигаться в обе стороны. И это связано с тем, что иммиграционная служба утверждает определенное количество петиций, после чего Госдеп делит эти петиции между существующими категориями. И там очень-очень сложная формула, если вам интересно, она описана, то есть она не секретная, но используется статистика, включая количество иммиграционных виз, выданное в предыдущие периоды в определенных категориях из определенных стран. И вот на этом основании они рассматривают, что будет рассматриваться дальше. Вот это то, что из себя представляет визовый бюллетень в общем. Что такое ретрогрессия? Ретрогрессия – это когда время начинает двигаться в обратную сторону. То есть сегодня мы выдаем визы людям, которые подали документы, скажем, до 1 января 2022 года, а начиная с августа мы выдаем визы, которые были поданы до, скажем, 8 октября 2017 года. Я скажу, Евгений, извините, но я уже, я вроде как пытаюсь вникать и понимать что-то в иммиграции, но я как бы, вот, у них пространственный временной континуум, я поняла, они умеют путешествовать во времени в иммиграционные службы, это я уже тоже поняла. А что сейчас-то произошло как бы, да, то есть… Пересчет. Переделка, пересчет. То есть, например, берем определенную категорию для того, чтобы понять. Да, о чем? Берем, представляем, 1 января 2023 года. Все помнят Новый год, ну, хотя бы 2 января точно все должны уже помнить. Да, если первая, после удачи Нового года, немножечко фазик. И у нас есть категория F2A. Что из себя представляет категория F2A? Это супруги и малолетние дети людей с гринкарта. Вот такая вот у нас категория. До этого момента, несколько лет, больше даже, чем несколько лет, эта категория была current. Что означает current? Это значит, что Госдеп выдает визовые номера абсолютно всем без очереди. То есть, эта категория как бы похожа на категорию супругов-граждан. Супруги-граждан являются категории, в которой нет лимита, и поэтому там никогда нет очереди. Вот представьте себе… Нет очереди на супруги-граждан. И какие еще категории? Супруги-граждан, родители-граждан. И родители, и все. В этой категории, да, очереди нет по простой причине, что в законе говорится, что в этих категориях нет лимита. И сколько они сейчас рассматриваются, Евгений, если на них нет очереди? Они рассматриваются вот моментально. Вы подали, их иммиграционная служба рассмотрела, после чего иммиграционная служба имеет право принять положительное решение и выдать вам гринкарту. То есть, если я сегодня подъем на отца, я гражданка уже в США, да, вот недавно стала? То есть, рассмотрение петиции занимает столько, сколько это занимает у иммиграционной службы. А сколько это занимает? Не у Госдепартамента, а у иммиграционной службы. А сколько это занимает? Сейчас это занимает где-то 8-10 месяцев. Окей, 8-10 месяцев. Я просто делаю баннер, чтобы люди понимали, как вы нашли. Но это относится к гражданам.